Привет, меня зовут Кирилл, и в этом выпуске я научу вас, как использовать идиому let alone в разговоре. Если вы посмотрите, данное предложение состоит из двух частей. Первое, на что вам стоит обратить внимание, это на знак препинания. Let alone стоит в конце предложения и разделяется запятой. Второй момент. Мы имеем дело с двумя частями. Первая часть. Назовем ее часть X, вторая часть. Назовем ее часть Y. И в таких предложениях let alone сравнивает первую часть со второй частью. И указывает на то, что в первой части что-то невозможно. Во второй части это ну вообще невозможно или очень маловероятно. Very highly unlikely. Кстати, если вы не знаете, что такое unlikely или likely, на моем канале было видео. Здесь можете кликнуть, посмотреть, что это такое. Получается, в первой части мы говорим, что не стоило даже делать эти снимки. То есть не стоило снимать. Не говоря уже о том, чтобы кому-то эти фотографии отправлять. То есть это было взято из газеты, там, где очень компрометирующие фотографии кто-то рослал без ведома хозяев. I shouldn't have had a beer, let alone shots of tequila. Здесь человек сожалеет. Помните фразу I shouldn't have плюс глагол в третьей форме. Это сожаление. То есть в первой части зря я пил вчера пиво. И вторая часть let alone сравнивается, сопоставляется с первой частью, не говоря уже про tequila. То есть какой там tequila, даже пиво не надо было пить. I didn't have time to pee, let alone to rest. I didn't have time to pee, let alone to rest. То есть вторая часть, оформленная let alone, она еще больше усиливает то, что вы говорите в первой части. И именно с этой целью, для того, чтобы придать больше эмоциональной окраски вашему высказыванию, и используется эта идиома. You couldn't trust her to look after your dog, let alone a child. Здесь вы в первой части говорите, я ей бы не доверил за собакой присматривать, не говоря уже о ребенке. То есть опять же, то, что в первой части мы сравниваем и усиливаем это во второй части. предложения, оформляем это все let alone. I didn't think I'd forget my socks, let alone shoes. Здесь вы намекаете, что я даже не думал, что могу забыть носки, а то, что и ботинки забуду, так это вообще не рассматривалось. Итак, что нужно помнить? Первое. Let alone используется с отрицательными предложениями, и, как правило, отрицательный смысл вкладывается в него. Let alone часть выделяется запятой. от первой части, и вторая часть, оформленная let alone, и указывает на невозможность или маловероятность. То есть вы как будто бы говорите то, что в первой части это маловероятно, вторая часть, но это вообще еще менее вероятнее, чем то, что вы обозначили в первой части вашего высказывания. У let alone есть синоним much less, который вы можете использовать вместо let alone во всех этих предложениях. У них смысл одинаковый, есть небольшие нюансы, мы их обсуждать не будем, кому интересно, можете погуглыть. Также еще есть похожее выражение not to mention, но у них разные значения. Не на русском языке, в английском совершенно разные значения. Напоминаю, у моего канала есть инстаграм, там вы найдете дополнительную информацию. Желаю всем отличных выходных. Bye.